Добрый день, прежде всего впечатление от увиденного, что порадовало, что может быть оставило какие-то вопросы вот здесь? Ну, здесь не столько впечатлениями, мы приехали напитываться, сколько провести очень серьезный разговор о технологии кормозаготовки, посмотреть новые оборудования, которые сегодня существуют, новые технологии по заготовке кормов. Почему эта тема сегодня важна? Потому что у нас есть задача, которую поставил губернатор, обеспечить область полностью всеми видами продовольствия. Сегодня задача выполнена относительно зерновых, относительно овощей, но она находится от 40 до 70% относительно мяса и молока. Именно поэтому уже несколько лет существуют правительственные программы по развитию животноводства, по развитию молочного производства. И эта программа очень эффективная. Привели реконструкцию, значит, несколько сотен дворов реконструированы. Сегодня новая программа по строительству новых крупных животноводческих комплексов. Но все это требует, конечно же, другого отношения к качеству кормов. Именно поэтому мы пригласили ученых из Санкт-Петербурга, из Северо-Западного Центрального округа, то из Ростова, из Москвы, наши нижегородские ученые, практики, мы сегодня собрались для того, чтобы выработать самые современные подходы к заготовке кормов. Я думаю, что этот семинар, вы видите, здесь больше 300 человек, здесь представлена вся область, все предприятия в области, представлены руководителями, представлены агрономами, зоотехниками. Мы вот на таком широком форуме сегодня проведем настоятельный разговор. Нам есть что показать. Не случайно это проходит в Румянцевском предприятии, которые имеют рекордные надои, хорошие привесы. Они дают порядка 9 тысяч тонн молока от каждой королы. Это огромный, огромный объем. Поэтому здесь они показывают свои возможности. И мы показываем возможности области, возможности федерации. И конференция, думаю, даст нам новый импульс. Мы выработаем такие мероприятия, которые позволят вывести именно развитие животноводства на совершенно другой качестве. Если заняться немножко прогнозированием, если уделить максимум внимания именно кормозаготовкам, как сильно может продвинуться животноводством в области на вашей складке? Основа. Можно построить любые самые современные комплексы, закупить самый породистый продуктивный скот. Но если мы не будем заниматься кормопроизводством, мы еще не получим. Да, мы за последние годы производство молока при стабильном количестве проголовья увеличили производство молока на тонну от каждой коровы. Это очень серьезный результат в целом по области. Но еще нам есть куда расти. Мы должны выйти на показатель порядка 5 тысяч тонн молока. И тогда это будет совершенно другой уровень. Тогда мы точно обеспечим область полностью своим производством молока. Корма основа. Именно поэтому... Уважаемые представители фирмы. Евгений Борисович, насколько тесно нижегородские сельхозтоваропроизводители работают с государственной сельскохозяйственной академией? Ну, насколько тесно работают, я считаю, что работать нужно более тесно. Потому что сегодня есть упреки в адрес сельхозакадемии. Потому что мы с ректором недавно встречались, обсуждали вопросы развития взаимоотношений. Считаю, что нужно подтягиваться с точки зрения теории и практики сельхозакадемии. Сельхозакадемия, но и сельхозпредприятиям нужно больше внимания уделять. Тогда участники конференции прошу пройти в автобусы. Надо беречь кадры, надо развивать кадры ученых. Я считаю, что многое упущено за последние несколько лет. У кого машины ушли в Далее Константиново, автобусы выйдут туда еще раз. Здесь есть куда развиваться. Спасибо вам. И поедете прямо в Далее Константиново на автобусах. У кого машины ушли. Спасибо большое.